Всем привет! И сегодня очередной небольшой обзор. В обзоре будут участвовать настольно-настенные часы модель VST770T. В комплекте у них, помимо самих часов, имеется пульт дистанционного управления. Ну и питается это все от внешнего блока питания. Напряжение 9,5-10 В, ток 180 мА. Почему я сказал 9,5-10 В, это потому что он так отмаркирован. Ну, плюс ко всему имеется инструкция по эксплуатации. Правда, написана она таким довольно затейливым русским языком. То есть, читать ее очень весело. Ну, в принципе, все понятно. Ну, давайте поближе посмотрим сами часы. Размер корпуса часов. Значит, вот, ну, как видите, это все выполнено в такой... Корпус выполнен в форме овала. Вот, длинная сторона это 22 см. И высота, если можно так сказать, она получается здесь порядка 19 см. Ну, и плюс 3 см толщина корпуса. Как видите, часы показывают текущее время. Формат можно менять. То есть, либо это 12-часовой, либо 24-часовой формат. Плюс к этому есть календарь. То есть, они показывают день недели, месяц и число. И имеется еще термометр. Кроме всего прочего, данные часы говорящие. То есть, если нажать кнопочку на пульте управления, то они... 13 часов 33 минуты. То они скажут текущее время. Причем, это все можно выставлять. То есть, они хоть каждый час будут говорить время. Либо будет звучать какой-то сигнал. Есть еще здесь будильники. Ну, сейчас давайте попробуем продемонстрировать. Будильники. То есть... С различными мелодиями здесь. 8 будильников есть. И еще, как бы, 5 напоминаний. Ну, вообще, в таких часах это все называется напоминание о дне рождения. То есть, если у вас включено напоминание, то в заданный день оно будет проигрывать мелодию, там, happy birthday, to you. Вот. Ну, с днем рождения тебя, да. Органы управления. Здесь все сзади находятся. То есть, вот они здесь. Как видите, здесь все по-русски. Установка. Вперед-назад. Установка будильников. Это включение-выключение сообщения от времени. А времени это отмена, как бы, если вы где-то находитесь. Ну, вот кнопка вперед. Эта кнопка, она же вверх на пульте дистанционного управления. Это, допустим, переключение с 12 в 24-часовой режим. Для крепления на стену здесь предусмотрена вот такая вот проушина. То есть, для установки на стол здесь откидывается вот такого плана ножка. То есть, она как фоторамка стоит. В качестве резервного питания можно использовать две мизинчика и батарейки. То есть, батарейки формата 3А. Вот. Рекомендую использовать батарейки, даже если питание не пропадает. Почему? Потому что, как уже замечено, если батарейки не установлены и питание регулярно пропадает, вот как у нас, да, мы выключаем вечером, с утра приходим, включаем. Без батареек иногда, ну, запуск часов происходит каким-то странным образом. Вот. Как написано в инструкции, при пропадании питания и потом, когда оно вновь появляется, часы начинают проигрывать мелодию и говорить текущее время. Поскольку это все питается от внешнего блока питания, то имеет, наверное, значение длина вот этого кабеля, да, от источника питания. Это в случае, если эти часы крепятся на стене. Вот. Длина кабеля здесь полтора метра, для настенного крепления это может быть и мало. Но, с другой стороны, здесь наконечник этого кабеля. Это, по сути дела, обычный 3,5 джек, такой же, как на наушниках. Соответственно, для удлинения кабеля питания можно использовать удлинитель для наушников. Вот. Сейчас мы это отменим, нажмем кнопку отмена. Вот. Управление с пульта, как бы, довольно комфортное, доступны все функции. То есть, например, можно поставить будильники, если вам это требуется. Можно, например, войти в установки текущего времени, если нужно что-то где-то подкорректировать. То есть, как видите, полноценный пульт дистанционного управления присутствует в этих часах. Ну, на этом, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать об этих электронных настольно-настенных часах. Напомню, модель называется WST770. Часы светящиеся с ярко-зеленым индикатором. Ну, данный, по крайней мере, вариант, который есть у нас в магазине. Единственное замечание, может быть, сделано, это то, что, хоть и написано, что, допустим, ночью этот индикатор должен гаснуть в половину. Ну, вот, смотрите, я вам сейчас продемонстрирую, насколько он будет, ну, более тусклый, да, если это будет, например, час ночи. То есть, как видите, яркость индикатора практически, ну, не меняется. То есть, он чуть-чуть более тусклым становится, но продолжает быть довольно ярким. То есть, вот это, на мой взгляд, единственное замечание к этим вот электронным часам. Все остальные функции они выполняют на 100%. Жители нашего города, а находимся мы в Санкт-Петербурге, вот, приглашаем к нам в магазин. Мы работаем каждый день, и те товары, которые вы видите в наших обзорах, представлены на прилавках нашего магазина. То есть, вы можете прийти, воочию ознакомиться с любым из товаров, которые вы видели в обзоре. Вот. Остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. На этом все. До свидания. До новых встреч.